Маска, которую люди носят в обществе, всегда интереснее, чем лицо, скрывающееся за ней. Сказал когда-то известный писатель Оскар Уайлд, их так много, театральные, карнавальные, военные, но сегодня мы поговорим о другом, о маске, прародителем которой стала маска чумного доктора. Своё распространение маска чумного доктора получила ещё в начале 14 века в Европе, когда там бушевала чума. Кожаная маска с длинным изогнутым клювом и отверстиями для глаз, которые закрывали стеклом, была главным атрибутом средневекового лекаря. Грозный вид доктора, который напоминал древнеегипетское божество, должен был отпугивать болезнь. Но вероятнее всего, от заражений лекари защищали лечебные травы и ароматические соли, которыми наполнялся клюв. Теперь подобные маски можно увидеть разве что в карнавальную ночь. В праздное время маски делали из шерсти кожи марли. А сегодня медицинская маска – это результат использования высокотехнологичного оборудования и новейших материалов. О том, как создаются эти изделия, узнаем в этом выпуске проекта «Сделано в России». Мы отправляемся в гости к компании КИТ. Все начинается здесь, на складе сырья. Компоненты для будущих масок сюда привозят из городов нашей страны, а также из Китая и Белоруссии. Но обо всем по порядку нам расскажет начальник производства Любовь Полетаева. Здравствуйте, Любовь. Расскажите, из каких же компонентов получатся готовые маски? Здравствуйте. Маска, классическая маска, стоит из трех слоев. Первым слоем наружным является спонбонд. Производитель данного материала здесь, в России. Спонбонд имеет свойство фильтрации крупных частиц загрязнения. То есть он уже входит как фильтр маски. Вторым слоем внутренним является мемблаун. Производство в России, его очень маленькое на данный момент, его мы закупаем в Китае. Мемблаун – это самый главный фильтр в маске. Он защищает именно от инфекции на 99%. Предотвращает попадание, то есть фильтрует загрязнения от 3 микрон. То есть это какие частицы он не пропускает? Это вплоть до бактерий. Бактерия 5-10 микрон, он фильтрует от 3 микрон уже. Третьим слоем внутренним опять используется спонбонд. Он уже используется больше как слой прилегания к лицу. Также в маску входит носовой фиксатор, который мы производим уже сами с недавнего времени. И завершающая деталь – это петля, ушная петля, которая также производится у нас. А что касается масок, которые не классические, а которые специально используют в хирургии, они чем-то будут отличаться от классических масок? Да, там добавляется еще один слой, который называется термалбонд. Он сделан на основе спонбонда, но с добавлением гидрофобной добавки, которая защищает слизистую от попадания биологических жидкостей. Любовь. Судя по названиям компонентов, они все синтетические. Насколько это безопасно для здоровья человека? Да, действительно, состав нетканых материалов стоит из полиэфиров, но он абсолютно гипоаллерген. Итак, все необходимые компоненты для изготовления масок у нас есть. И пришло время узнать, как же получится готовое изделие. Тогда пройдем в производственный цех. А совсем скоро мы узнаем, для чего в производстве масок используются ультразвук, серебро и даже вязальные иглы. Но сперва... Производство масок требует не только ответственности, но и чистоты. Поэтому все сотрудники предприятия работают в спецодежде, главные уборы которой, кстати, сами и производят. А теперь можно и в цех. Сейчас мы находимся в самом сердце производственного цеха. Здесь повсюду очень много оборудования. Любовь, расскажите, пожалуйста, как же вот эти машины превратят разные слои нашей маски в единое изделие? Мы сейчас находимся у основателя нашей фирмы. Это первый станок, который был нами приобретен. Это все очень тяжелый технологический процесс создания маски. Первым пунктом это идет подача материалов. Потом на каждом узле происходят определенные действия. То есть перфорация, сваривание самой маски и фиксация фиксатора носа. А что происходит потом? Сразу же маска направляется к потребителю. Ее же, наверное, сначала нужно порезать на кусочки. Последний пункт данного центра – это обрезка и подача по конвейерам на пайку уха. В последующем она поступает на зону упаковки и уже в дальнейшем готовая макулатура отправляется к потребителю. Любопытно, что все соединительные операции, будь то скрепление слоев маски или припайка резинок к ней, осуществляются ультразвуком. А знаете ли вы, что ультразвук был открыт еще в 19 веке? Однако применить его свойства удалось лишь в 1916 году для целей военного флота. Тогда французский ученый Поль Лонженвен смог создать прибор, который находил подводные препятствия. Затем это изобретение стали использовать для обнаружения вражеских подводных лодок. Но вернемся к нашим маскам. Разработка их модификаций тоже не стоит на месте. На этом оборудовании производится маска Латио под брендом Латио. Это наша уникальная форма, патент под названием Омега, который позволяет сделать фиксатор кармана для воздуха большим, тем самым не прикасаясь при носке его к губам. Такая форма дает дополнительную защиту от бактерий и самое главное позволяет в маске легко дышать. А это один из важнейших факторов комфортного ношения маски. Согласитесь, в масках, которые прилипают к лицу во время вдоха, тяжело находиться даже несколько минут, не говоря уже о целом дне. Таких удобных масок компания Кит производит до 100 миллионов штук в год. И эту цифру планируется увеличить до 140 миллионов из расчета по одной маске на каждого жителя страны. В России на таком уровне работают всего три компании, в том числе Кит. А ведь еще 7 лет назад идея создания такого производства казалась мечтой. Появилась она у выходца из Сибири Павла Спичакова. Я много лет торговал похожей продукцией, в том числе этими медицинскими масками. Хорошо знал рынок, знал продукт. И плюс рынок небольшой, ниша небольшая, не так страшно было начинать. За пару лет работы компания Кит запустила производство бахил и одноразовых шапочек. А в конце 2015 года в рамках импортозамещения фирма начала новое для себя производство презервативов. Но основной упор в производстве делается все равно на маске. Каждый год наращиваем производство стандартных масок. То есть в следующем году планируем две линии взять новых. Это порядка 20-30% увеличения производительной мощности. Плюс у нас есть специализированные маски. Мы одну линию планируем взять под них. И у нас большой проект с Минпромторгом. Это производство медицинских формованных респираторов. Это уже немножко другой уровень защиты. Особенно это важно, например, там, где туберкулезные больные. Ну, то есть особые какие-то критические условия работы врачей. Кроме того, в ближайшее время компания начнет производство уникальных 3D-масок, аналогов которым в нашей стране нет. 3D-маски имеют некоторые конкурентные преимущества. Например, в Японии они очень популярны. На них можно легко наносить рисунки, делать их там модными, красивыми, симпатичными. Это первый момент. А второй момент – они очень хорошо облегают лицо. И они очень легкие. Но и сейчас в арсенале компаний Кит помимо классических масок есть ряд других интересных изделий. Например, маски с нанофильтрами, которые фирма поставляет не только в города нашей страны, но и в Европу. Любовь, Ваша компания производит маски с нанофильтрами, в которых содержится ион из серебра. Расскажите, пожалуйста, в чем их особенность и в чем их уникальность? Уникальность данной маски в том, что она очень в ней легко дышится. Ионы серебра притягивают к себе все инфекцию, их обеззараживают. Маска состоит из двух слоев. Первый, который используется панбон, второй именно нанотехнология. На данный момент как раз на этом оборудовании производится данная макулатура, данная маска. И самое главное – то, что эту маску можно носить продолжительность 12 часов. А почему в этом фильтре используются именно ионы серебра, а не какие-то другие материалы? Ион серебра имеет свойство притягивать бактерии и одновременно их обеззараживать. А знаете ли вы, что бактерицидные свойства серебра были известны людям еще в Древней Индии? Тогда в сосуды с водой опускали изделие из драгоценного металла для ее обеззараживания. А персидский царь Кир и вовсе хранил воду в серебряных сосудах. На протяжении многих веков люди изучали этот металл, и наука подтвердила его полезные свойства. Правда, сегодня серебро принято считать тяжелым металлом, и количество его содержания в воде четко регламентируется санпином по 0,05 мг на литр. Для медиков компания Кит выпускает специальные маски с экранами. Они пригодятся хирургам во время операции, чтобы защитить их лица от попадания биологических жидкостей. А это, пожалуй, самый милый и забавный отдел производства. Здесь делают маски для самых маленьких. Защита от вирусов нужна не только взрослым, но и детям. Поэтому компания Кит позаботилась о своих маленьких клиентах. Здесь производят вот такие детские маски. Они меньше по размеру, чем маски для взрослых, и на них изображены веселые картинки. Которые очень нравятся детям. Что ж, как выглядят маски самых разных мастей мы с вами теперь знаем. Пришло время поговорить о деталях. Фиксаторе носа и резинках. Оба эти компонента компания делает самостоятельно и очень этим гордится. Ведь далеко не все производители масок могут похвастаться созданием таких элементов. Фиксатор для носа делают в несколько этапов. Проволоку пропускают через расплавленные полимерные гранулы, а затем охлаждают в воде. А на станке, похожем на швейный, делают ушные петли. Чтобы надежно зафиксировать маску на лице, к ней крепятся вот такие резинки, которые называются ушные петли. Их компания Кит производит самостоятельно на специальном оборудовании. Механизм создания ушных петель работает по принципу вязальной машины. На станке заправляются две нити. Одна тонкая и прочная, другая эластичная. Нити переплетаются специальными иглами, которые объединены на одном вращательном механизме. В зависимости от того, какой толщины должна получиться резинка, и устанавливается нужное количество игл. А знаете ли вы, что первая вязальная машина была создана в конце 16 века в Англии помощником приходского священника? Семья его невесты была небогатой, и девушка зарабатывала на жизнь вязанием чулок. Тогда-то Вильям Ли придумал, как упростить работу своей возлюбленной, и создал станок. Так началась индустрия вязальных машин. Итак, маска собрана. Но прежде чем отправиться к потребителю, она должна пройти строгий контроль. Если вы обратили внимание, все производство у компании Кит автоматизировано. И, кстати, работает круглосуточно. А отсутствие брака в полученных масках контролируют в два этапа. Сначала диспетчеры на выходе с конвейера, а за ними сотрудник отдела контроля качества. Проверенные маски отправляются в отдел упаковки, затем на склад готовой продукции, а оттуда в аптеки нашей страны и мира. Но где бы вы ни находились, важно помнить простые правила использования маски, чтобы она могла защитить ваше здоровье. Обычная маска классик носится приблизительно два часа и требует замены. А маска, которую мы сейчас производим на ионах серебра, ее носка достигает до 12 часов. А если в семье кто-то заболел, кто должен носить маску? Заболевший человек или окружающие его родственники, которые здоровы? Ну, естественно, что должен носить и заболевший человек инфицированный, и для профилактики и здоровый член семьи. Что ж, теперь вы знаете, что медицинские маски – это не просто повязка из марли, а высокотехнологичное произведение искусства. Вот так простая идея воплотилась в создание целого производства, продукцию которого ценят даже в Европе. Теперь у основателя компании есть новая цель – производство детских подгузников и игрушек. Его результат мы сможем увидеть на прилавках наших магазинов уже этой весной. Так что не переставайте мечтать и помните – сделано в России – сделано с душой.